который расскажет вам сегодня о Тургусском метеорите и о метеоритах вообще. Кто с нами был изначально, вы, наверное, слышали и видели фильм, который представила студия «Комсомольской правды», который назывался «Где же Тургусский наш метеорит?». И вот Владимир Коваль вам расскажет про саму экспедицию и наглядные примеры необычайных каких-то металлов космических. В общем, я приглашаю вас на сцену. Спасибо. Добрый день. Сегодня уже был рассказ с утра о поисках и, вернее, возможности найти Тургусский метеорит. Подробности потом, кто не был на утреннем собрании, кто здесь не присутствовал, вы можете будете задать вопросы. А сейчас я хотел вам просто показать не научный такой фильм, который был вначале, а рассказ о экспедиции, о вот этом метеоритном маршруте, который мы прошли, и по которому, так сказать, людям, может быть, в дальнейшем будет интересно проходить. Я не гарантирую, конечно, что те, кто по нему пройдут, найдут Тургусский метеорит, сам конкретный кусок, но я могу гарантировать, что никто из вас, если кто-то туда попадет, никогда не пожалеет о том, что он туда попал, потому что сам район Ирин-Киев – это самая отдаленная, самая дикая, самая населенная территория России, а практически и земли. Здесь, на территории порядка трех Англии, проживает всего 17 тысяч человек. Из этих 17 тысяч человек всего 15 тысяч проживают в поселках, в трех поселках, по 5 тысяч в среднем. А остальные 2 тысячи раскиданы еще по 36 поселкам, которые находятся за ног вдоль реки. Основная река – это подкаменная Тургусска и нижняя Тургусска. Это две основные реки и венки. И вот Тургусский метеорит имел удовольствие пролететь от Байкала до подкаменной Тургусски, рассыпаться недалеко от поселка Ванавара и пролететь, как говорится, он рассыпался на большой высоте и упал гораздо дальше, чем его искали все предыдущие 100 лет. Дело в том, что я поясню, почему это произошло. Наука того времени, когда, ну, во-первых, в 1908 году, когда произошло это событие, ну, метеориты мало кого волновали в принципе. Это сейчас мы смотрим там фильмы «Астероид», «Катастрофа», «Армагеддон» и как бы нацелены на то, что Земля двигается в космическом пространстве, что в космическом пространстве очень много малых планет, астероидов, комет, ядер комет, очень много карликовых планет, и все они могут, как бы, теоретически, по крайней мере, столкнуться с Землей. Мы это знаем хотя бы потому, что вот недавно наблюдали, так сказать, столкновение Земли с маленьким, ну, грубо говоря, с космической песчинкой, размером всего в 50 метров. Это я имею в виду челябинский теорет. А в 1908 году все эти проблемы были настолько далеки от людей, ну, вообще, как бы, космос это интересовал, ну, только поскольку-поскольку, что мореплаватели ориентировались по звездам, были там, может быть, на всем земном шаре сотни астрономов, которые интересовались там происхождением Луны, планет, Солнца, и вообще занимались Солнечной системой. Все в основном были заняты своими повседневными бытовыми делами. Сейчас ситуация изменилась, потому что мы живем уже в таком глобальном мире, мы уже, вот, действительно, передо мной выступал космонавт, который уже говорил, что Земля — наш общий дом. По существу мы живем с вами на маленьком, на самом деле, очень маленьком космическом корабле под названием «Земля». И этот космический корабль, он находится не в пустом пространстве, он находится в космосе, даже в Солнечной системе. У нас есть тысячи астероидов, сотни карликовых планет, и миллионы ядер, комет, ильдышек, и камушков, которые постоянно угрожают на самом деле Земле. Это осознание сейчас как-то пришло, и создаются специальные службы, вы знаете, которые наблюдают не только за теми кусочками технических объектов, которые вращаются вокруг Земли, но и наблюдают за околоземным пространством. И оказывается, мимо Земли постоянно пролетают астероиды, постоянно пролетают какие-то ядра комет маленьких, микрокомет, ледышки, камушки, железки. И все они на самом деле представляют для Земли определенную опасность. В первую очередь они представляют опасность для спутников, которые находятся, незащищенные. А во вторую очередь, конечно, они представляют опасность для Земли, как планеты. Вот в наличии всяких фильмов, фильмов-катастроф, про астероиды, там я уже говорил, да, Македон и прочие там столкновения астероиды, вот, на самом деле это реально вполне реально. Просто, как бы, все эти события происходят не так часто. То есть в среднем, вот, метеорит, подобный Тургускому, по расчетам, там, может выпасть, там, раз, там, в 100, 200, в 300 метров. И поэтому, так сказать, память человечества, она более краткосрочная. Вы знаете, после извержения какого-нибудь вулкана Этна, который там подубил когда-то там целое поселение, мы знаем о гибели Помпеи, тем не менее, сразу после извержения на его склонах селятся люди, снова пашут, потому что там плодородная земля, выращивают виноградники, делают вино, и не думают о том, что они в любой момент могут, так сказать, взлететь на воздух вместе с этим вулканом. Ну, приблизительно мы живем точно так же и на Земле. Мы знаем, что мы живем на Земле, Земля для нас это такая твердь, мы живем на дне воздушного океана на самом дне, ну и рассчитываем, что наше небо нас не подведет. На самом деле, да, атмосфера Земли защищает нас от большинства, ну, как сказать, мелких метеоритов. То есть астероиды, вот эти куски металла и куски камней и дышек диаметром до 50 метров, они практически не могут пролететь, преодолеть вот эту нашу защитную броню за счет скорости. То есть все космические тела, которые сталкиваются с Землей, они двигаются, ну, наша Земля летит по орбите со скоростью 30 км в секунду, если летит навстречу скорость убегания 40 км в секунду, значит, столкновение это 70 км в секунду. На этих скоростях, получается, в сумме 70, от этих железок и дышек и камней, кроме пыли, практически ничего не остается, потому что слишком, ну, воздух на таких скоростях становится, как бы, очень плотной поверхностью, представляете, 70 км в секунду, уплотните этот столб воздуха, и эти тела разрушаются. Ну, мы с вами это иногда наблюдаем в виде звездных дождей, падающих метеоритов, болидов. Вот такое событие произошло в 1908 году, оно мало привлекло к себе внимания, вот, тем не менее, нашелся ученый, Леонид Алексеевич Кулик, который через 20 лет после падения решил заняться этим событием, начал его искать, выяснять, оказалось, что это действительно было грандиозное событие, мощный удар, мощное разрушение. Но дело в том, что он произошел в дикой тайге. Вот если сейчас в Ановаре живет порядка 5 тысяч людей, и там есть поселок, есть дома хорошие, больницы, школы, детсады, то в те времена, в 1908 году, там стояло всего лишь несколько избушек, жили люди, которые были, грубо говоря, посредники между аборигенами, то есть теленками, которые пасли олени, и разводили эти стада, это называлось фактория. И на этой фактории происходил обмен между как бы купцами, которые скупали пушнину и мясо, и аборигенами, которым нужны были оружие, мука, потому что, ну, сами понимаете, злаки там не росли. Так вот в этой фактории Ивановара жило там, ну, может быть, дай бог, 23 человек, но зато туда собирали севинки в определенные периоды, и происходил вот этот обмен, вот эти разговоры, и таким образом людей в это время, в Увенкии, в 1908 году практически не было. Но сам полет Балина наблюдался на гигантской территории, порядка, вот начиная от Красноярска, Каннска, Иркутска, то есть это расстояние, порядка, радиус зоны видимости был порядка 700 километров, то есть это очень грандиозное было событие, тем не менее, о нем пописали, и, как говорится, газеты опубликовали, никто не заинтересовался, и обо всем этом забыли. И только вот после того, как до войны там провел исследование Кулик, обнаружил вот этот гигантский вывал леса на площади, то есть это такая фигура в виде бабочки, порядка 40 километров на самой длительной дистанции от этого так называемого эпицентра, и он не успел закончить свои исследования, потому что мешала война. Кто смотрел фильм предыдущий, тот это знает. А после войны, когда американцы в конце войны применили против Японии атомную бомбу над Хиросимой Нагасаки, писатель Казанцев сравнил, сравнил воздействие, которое вот описал Кулик с этим вывалом, с центральными деревьями, с телеграфиком, и с домами, которые уцелели в центре Хиросимы, которые остались целыми, а вокруг все развалилось. И, собственно, написал такой фантастический рассказ, который назывался «Взрыв. Гость из космоса». Он там много рассказов написал, и где предположил, что над тайгой взорвался звездолет, космический корабль от пришельцев. Но время было такое специфическое, послевоенное, воодушевленное, и люди как бы с удовольствием, так сказать, поверили в эту фантастику, и это помогло организовать новые послевоенные экспедиции. Сейчас я об этом подробности говорить не буду, скажу только, что, к сожалению, Кулик заблуждался, когда думал, что Тунгусский метеорит упал именно вот в этом самом центре лесоповала, потому что этот лесоповал, ну, в каком-то смысле закатоматизировал его. Вот представьте себе мишень, у которой есть центр. И если есть центр, каждый, естественно, думает, что раз в центре, значит, вот в это яблочко этот метеорит и упал. Есть даже такой простой психологический эксперимент. Если он просто дать обычному человеку мячик, поставить на 11-митровую обметку, поставить вратаря в ворота и пусть он ударит, как бы забьет пенальти, то 98%, как показала практика, все мячом бьют во вратаря. Потому что наша психика так устроена, что мы целимся именно вот стоит вратарь в ворота, вот, значит, надо, психологически получается, что они ударяют именно эти ворота. И надо очень сильно тренироваться и стать так, что профессиональным футболистом, чтобы бить в правый, в левый угол, там, или куда-то еще. В этом заключается профессионализм. Так вот, Кулик попался на эту психологическую удочку. Увидев вот эту мишень, увидев этот центр, он подумал, что метеорит упал там. И эту ошибку в течение столетий продолжали все практические исследователи. Ну, а теперь я расскажу и покажу как-то фильм, который, благодаря «Комсомольской правде», ее экспедиции, нам удалось совершить. И они как бы, ну, как бы, вникли, прониклись и поняли, о чем идет речь. И я надеюсь, что и вам это все понравится. Сейчас я включу этот фильм, и он идет с музыкой, там, с картинками, с комментариями. И потом у нас еще останется время, если кого-то что-то заинтересует, я вам кое-что покажу. покажу «Календари», покажу «Альбом», покажу кусочек «Метеорита» и прочие интересные образцы, которые там находят, которые можно смирить. И тогда уже поговорим. Все, пожалуйста. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok вылетим из Москвы в Красноярск. То есть в Красноярск вот и в Киеве этот центр. Здесь сто лет на столетие эту музыку в Метеорит установлен в такой памятник. Из Мановары мы должны загрузить вещи и перелететь вот так в двойный эпицентр. То есть как раз то место, над которым на большой высоте порядка там 15 километров взорвалось вот это тело. Вернее, разрушилось. Лететь там недолго, порядка 30 минут. Но мы потом вам скажем, вот так выглядит Мановара. Это начало, конец мая, начало июня месяца. Светет Чайковуха. Место очень красивое. Зацветают цветы. В июне в Красноярском крае на этой широте Ленинграда, даже чуть севернее, только начинается весна. Мы должны пролететь несколько речек, по которым в свое время пылик подымался. Деревья, совершившая катастрофу, видны срезы, ожоги. Мы летим на вертолете с сотрудниками заповедника. Это река Пушма. Это был гостерик Владимира Николаевича, главный редактор «Краснодарской правды». Это озеро Чеха. Вот именно здесь, на большой высоте, произошел удар вот об эту атмосферу, атмосферу Земли, в которой содержат пары воздух, влаги. В нашей экспедиции с этим вопросом я уже занимаюсь в этом году будет ровно 40 лет. Мы должны повесесть на речке, значит, на избе кулика повесить памятную доску, потому что впервые Леонид Алексеевич прибыл туда в 1927 году, ровно 90 лет тому назад. И затем мы летали по всему району и осматривали, так сказать, местные достопримечательности. На месте бывшего вывола, вы видите, уже выросла тайга, совершенно новое, молодое лес. Следов вывола 1908 года очень трудно найти. И вот мы сейчас будем садиться на присталь, куда прибыла именно экспедиция кулика в 1927 году. и отсюда рубила просеки уже туда в инвесенцию. Глубокие ущелья, они забиты налетями. потом чуть подальше, чуть повыше, чтобы она смотрелась. вот оставшиеся деревья, которые пережили катастрофу, то есть часть из них. Вот так выглядел тайга в 1927 году. Видите, много телеграфика погибших. А вот сейчас мы летим уже там совершенно новый, молодой лес. Вот видят водопад Чиркин. Сейчас в июне он в Нальде. Дело в том, что там практически восемь месяцев зима. Вот деревья, которые уцепили и не сгнили. Основная масса выгола, которая произошла в 2008 году, уже изглела и превратилась в почки. То есть его уже практически следов этих найти нельзя. Вот наш вертолет, видите, качает песню. А представьте себе взрыв, который повалил вот этих гигантов. Причем Кулик писал, что это громадные деревья, которые не только повалены, но и телевоманы как-то росли. Молодые деревья упали, но корни у них остались земли, и они стали вот такими фрегатами. То есть каждая веточка стала скволом, и они со стороны выглядят как будто парусны всмачены, как паруса спущены. Ну тайга, конечно, в тайге очень много разных зверей, птиц. потому что моя задача в первую очередь вот этот тургусский слон и символ мудрости сова, которая сидит на этом слове на тургусском. А часть деревьев, вы видите, не просто свалилась, она просто улетела, ее оторвало. Волна была настолько мощная, что деревья оторвались и улетели. Мы делали замеры, исходили практически все эту точку, рассчитали высоту полета, азию полета. и это позволило доказать, что насчет наличия вот такого коридора в доне максимума, птиц. метеорит должен был выпасть на 200-300 километров в директор. А в эфицентре вывалы поискать бесполезно. Вот сейчас вы увидите много разных круглых образований. если появятся люди, которые заходят действительно поиски, то птицы измерили. в альтернат все поиски, которые что что вы